Ребят, в последнее время YouTube в России набирает все большую популярность, и видеоблогеров становится все больше и больше. Если ты ищешь недорогую экшн-камеру, а на GoPro у тебя денег нет, то тебе сюда. Магазин RobinShop предоставил мне на честный обзор камеру Z2, ссылочка на их сайт будет в описании. Но сначала посмотри мой честный обзор. Субтитры сделал DimaTorzok Которую я купил еще в 2014 году, летом. И совершенно новая камера, которая вышла совсем недавно, которую мне прислали на обзор. Вот сравним, что же лучше. И начнем мы с комплектации. Камера к вам приходит вот в такой коробке. Скрываем и смотрим, что внутри. Собственно, сама камера, водонепроницаемый бокс и просто куча всяких аксессуаров. Крепление ремешков, липучек и так далее. И все бы ничего, это хорошо. Но я бы использовал набор чуть поскромнее и сделал бы упор на качество этих креплений. И обязательно в комплект бы положил крепление камеры на голову. Его здесь, к сожалению, нет. Также в комплекте идет открытый бокс, провод для зарядки камеры, микрофибра, наклейки, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Сама камера как две капли воды похожа на GoPro. В боксе ее можно даже спутать. GoPro у меня уже старая, побывала много где и повидала много чего. Поэтому извините за такой непрезентабельный внешний вид. Также эти камеры абсолютно не отличаются друг от друга по размерам. Как будто Z2 делали по лекалам GoPro. И это на самом деле хорошо, потому что все девайсы, подходящие на GoPro, подойдут и к этой камере. Отличие в количестве кнопок и разные входы под USB шнур. Еще у них абсолютно разные аккумуляторы. Поскольку на Z2 есть мониторчик, как на GoPro 4, то и аккумулятор у нее вставляется снизу и закрывается пластиковой крышкой. Сами аккумуляторы отличаются по размеру и по махам. GoPro тут немного выигрывает. Сразу отмечу один минус. Крышка, которая закрывает аккумулятор, держится не крепко. И естественно, со временем она вообще разболтается. У GoPro такой проблемы нет. Не знаю, как на четвертой версии, но на третьей задняя крышка металлическая и уже четвертый год закрывается плотно и надежно. Скорость включения примерно одинаковая, но у Z2 есть небольшое преимущество, а именно функция быстрое включение. Если она активна, то камера включается еще быстрее. Но это мелочи по сравнению с существенным недостатком. Представим, что камера у вас на голове. И вы ориентируетесь, включена запись или выключена по звуку. И здесь он почему-то один и тот же, на включение и выключение записи. И самое главное, что он тихий, а в боксе вы его вообще не услышите. С GoPro дела обстоят куда лучше. Звук громкий, четкий и есть разница между включением записи и выключением. Переходим к функционалу. Как я и говорил, у этой камеры есть мониторчик, только он не сенсорный. Управление интуитивно понятное и не замороченное. В главном меню 6 пунктов. Видео, фото, таймлапс, серия, просмотр и настройки. Давайте начнем с системных настроек. Есть Wi-Fi, но им уже никого не удивить. OCD это включение и выключение экранного меню. Настройка герцовки. Баланс белого. Настройка ISO. Настройка цветности изображения. Резкость, экспозиция. Практически все, как на настоящем фотоаппарате. Giro это программная стабилизация изображения. Обязательно посмотрим, что это такое. ТВ стандарт. Что здесь до сих пор делает пал, я не понимаю. НТС стоит и слава богу. ТВ-выход это включение и выключение видеопотока на выходе USB. И кстати, когда вы ее подключаете к компу, то можно выбрать режим веб-камеры. Это вообще замечательно, друзья. Ну а остальные настройки в принципе есть везде. Время, дата, звук кнопок, язык, формат CD-карты, сброс настроек и так далее. Давайте лучше перейдем к настройкам видео и качеству изображения. Начнем с самого главного, с выбора разрешения. Здесь также большой выбор. И давайте вернемся в прошлое. Во времена древних сотовых телефонов был такой формат под названием VGA. Я правда не понимаю, где он вам сейчас понадобится и что он тут вообще делает, но он есть. Следующий формат 720p, 60 и 120 кадров в секунду. С помощью 120 можно делать неплохое слоумо, соответствующего качества. В гупрошке тоже есть такой функционал, поэтому здесь нет ничего такого сверхъестественного. Правда, в отличие от гупро, здесь замедленное видео можно получить сразу на выходе. Гупрошка же просто вам запишет 120 кадров в секунду и замедлять вы будете уже на монтаже. Далее идет привычный всеми и самый популярный 1080p, 30 и 60 кадров в секунду. Думаю, что в 2017 году любой телефон уже должен снимать Full HD в 60 кадров. Как показала практика, резкие движения в 60 фпс не ухудшают картинку, и поэтому все свои страйкбольные ролики я старался делать именно в 60 фпс. Ну и наконец формат 2К, 30 и 24 кадра в секунду. 24 записывать не имеет никакого смысла, потому что вы получите как будто бы заторможенную картинку. 30 кадров уже более адекватно. Да, все фильмы, которые мы смотрим в кино, 24 кадра, но эти 24 фпс получают после рендера на выходе, а не при съемке. Для автолюбителей есть полезная функция «Циклическая запись». Видео будет поделено на заданные отрезки, и при окончании памяти они будут перезаписываться. Для регистратора самое оно. А вот для любителей ускоренной съемки есть функция «Таймлапс». На GoPro она тоже есть, только там вы получите отдельные фотографии. А здесь камера сама вам склеит это видео. Устанавливайте интервал съемки и наслаждайтесь полученным материалом. Правда, аккумулятора хватает примерно на 15-20 секунд видео при 10-ти секундном интервале. Это примерно полтора часа съемки. Также можно включать или выключать запись звука. ВДР – это сомнительная функция, которая вам должна как-то помочь при низких уровнях освещения. Ничего кроме ухудшения картинки оно не делает, поэтому давайте отключим. Дайвинг-режим должен улучшать картинку под водой, но почему-то у меня ощущение, что он работает по аналогии с ВДР. Слоу-моу мы уже с вами посмотрели. Датчик движения – вот интересная функция. Камера начнет записывать, если увидит любое движение в кадре, и автоматически остановит съемку, если движения нет. А это режим ночной съемки, по крайней мере так называется в меню эта функция. Я думал, что камера включит инфракрасную подсветку и будет все видно, а нет. И если честно, я не очень понимаю, зачем нужны все эти функции. Немного высветляет, конечно, но то же самое я сделаю и в редакторе. Тем более качество, как вы видите, оставляет желать лучшего. И это город, то есть достаточно освещенное место ночью. А представьте, что будет в лесу. В общем, ночью лучше такой камеры не снимать. Гупрошка, кстати, тоже ничего хорошего вам не покажет, но на ней нет таких горизонтальных полос. Следующая, на мой взгляд, бессмысленная функция – это выбор битрейта. Другими словами, качество видео. Естественно, все хотят получить максимум от того, что записывают. Тогда зачем делать выбор этого качества? Хоть кто-нибудь из вас ставил сознательно низкое качество видео в своем фотоаппарате? Я думаю, нет. А вот из полезного, при желании, можно на видео поставить дату и время съемки и изменять угол обзора. Большой, средний и малый. Малый угол, кстати, записывает почти как обычная видеокамера, без искажений. Также, эту камеру можно использовать как обычный фотоаппарат. Правда, лично мне эта функция еще на Гупрошке так и ни разу не пригодилась, но тем не менее, все необходимые настройки здесь есть. Наверное, все, кроме диафрагмы. Фотографы меня поймут. И опять же, функция выбора качества. Ну, не знаю, возможно, в мире есть люди, которые ценят хреновые качества. И еще одна приятная плюшка. В этой камере можно смотреть то, что вы отсняли. Это замечательно. По поводу стабилизации изображения. Сейчас она выключена. Конечно, от нее есть небольшой толк, но нужно понимать, что она программная. Она достаточно сильно кропает кадр. Обратите внимание на красный столбик справа. Вот сейчас я включил стабилизацию, при этом никуда не сместился. Кадр кропнулся, а значит, здесь уже нет 2К. Сейчас я прицеплю камеру на лоб и немного пробегусь с включенным программным стабилизатором. Как мы видим, стабилизация оставляет желать лучшего. Но поверьте, без нее бы тряски было бы намного больше. Я считаю, что стабилизация, какая бы ни была, вещь хорошая. Если вам что-то нужно будет снять, то вы это отснимите. Переходим к тесту звука. Вот так меня слышно, если бы камера находилась на лбу. Проверка микрофона. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. А вот так меня слышно, если я отойду метра на три от основного микрофона камеры. Отхожу подальше, друзья. Оценивайте звук сами. А что я руками так делаю? Зачем? Заодно и качество изображения оценивайте. Ребят, я надеюсь, меня слышно там. Я думаю, что вы все видели и слышали, поэтому выводы можете сделать самостоятельно в комментариях. А сейчас вы видите самую сложную задачу для любой камеры. Съемка в лесу из-за большого количества деталей, листочков, веточек, травинок и другого добра требует огромного битрейта на видео. Камеры еле справляются с этой задачей, что GoPro, что Z2. А если это будет пасмурная погода, то будет все еще хуже. Запомните, экшн-камеры любят солнце. Чем ярче оно светит и чем меньше деталей у вас в кадре, тем лучше получится видео с точки зрения качества. Именно поэтому многие рекламные ролики подобных камер снимаются в хорошую погоду, где-нибудь на пляже, на море, где есть только вода и песок. Итак, что же лучше снимает? На самом деле сложный вопрос, потому что если бы сравнение происходило с четвертой GoPro, где есть полноценный 4К, то вопросов бы не было. На GoPro изображение более теплое, немного больше динамический диапазон, она не так чернит в тенях, более адекватно воспринимает солнечный свет, чуть получше снимает при плохом освещении, не имея дополнительных функций. У нее, несомненно, лучший звук, это тоже важно. И честно сказать, GoPro у меня где только не была. На холоде, в снегу, под водой, под дождем, в песке, в пыли, в грязи, она падала. Я всегда удивлялся ее надежности. Про надежность Z2 пока что ничего сказать не могу, потому что должно пройти время. Но в моей GoPro нет стабилизации изображения, поэтому на протяжении видео вы все время видели, что GoPro немного больше искажает. Возможно, снимает менее четко, чем Z2. Скажу, что в принципе при хорошем свете они равноценны. GoPro чуть-чуть получше в плане цвета и съемки при недостаточном освещении. Z2 тоже показал себя неплохо, я честно ожидал худшего. Из основных минусов могу отметить небольшой запас батареи. Полной зарядки мне хватило всего на час съемки. GoPro села только наполовину. И второй минус, это то, что вы не можете определить по звуку, снимает камера или нет. Итак, друзья, коротенький вердикт. Я считаю, что данная камера имеет право на свое существование, потому что она банально дешевле, чем GoPro. Не каждый сейчас способен купить дорогущую GoPro. Даже третья старая GoPro стоит достаточно дорого. Здесь большая функциональность, за меньшие деньги. Еще вы ее можете использовать как видеорегистратор. Лично я ее буду использовать как вторая камера на привод, который будет записывать меня. Ребят, ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр, не забывайте про подписку на канал, про лайки, про комментарии. Всем удачи, всем пока.